Общеизвестно, при правильной и своевременной коррекции люди с расстройствами аутистического спектра могут жить полноценной жизнью. Общаться, создавать семьи, быть первоклассными специалистами в различных сферах. В Приволжском федеральном округе реализуется общественный проект «Ментальное здоровье». Его цель – создание системы комплексной помощи людям-аутистам. В числе участников проекта – Башкортостан, Чувашия, Нижегородская, Пензенская и Ульяновская области. Как продвигается работа, обсудили на совещании у полномочного представителя президента России Игоря Комарова в режиме видеоконференц-связи. Работа по созданию системы раннего выявления и медицинской помощи детям с расстройствами аутистического спектра в Приволжском федеральном округе планомерно ведется с 2019 года. Одновременно разрабатывается комплекс услуг таким людям, начиная с адаптации и заканчивая перспективой трудоустройства в будущем. В целом в округе за это время в 9 раз увеличилось количество маленьких аутистов, посещающих инклюзивные группы в детских садах. В 7 раз стало больше таких учеников в инклюзивных классах. Благодаря проекту «Ментальное здоровье» около 5000 детей получают дополнительные услуги по разным социальным программам. Еще около 1000 проходят медицинскую реабилитацию. Создание полноценной системы помощи в рамках проекта было бы невозможно без оказания методической поддержки региона. Эта задача была возложена на созданные Приволжские центры ментального здоровья, которым за время своего функционирования подготовлено описание психолого-педагогических методик с доказанной эффективностью, рекомендованных для оказания помощи детям с рас. Организованы обучения и семинары для различных категорий специалистов и родителей детей с рас. В Чувашии одно из первых подключилось к окружному проекту «Ментальное здоровье». Раннюю диагностику у нас прошли 86% детей из целевой группы. Это лучший показатель в округе. Вместе с тем, полномочный представитель президента России Игорь Комаров отметил, что в большинстве регионов округа не выстроена маршрутизация пациентов с расстройствами аутистического спектра. Среди других задач увеличение числа педагогов, специализирующихся на работе с детьми с РАС, внедрение инновационных коррекционно развивающих занятий в детских садах и школах. По мнению Полпреда, базовые основы работы с такими людьми должны даваться во всех педагогических вузах и вузах, готовящих специалистов в сферах спорта, культуры и социальной работы, а значит быть заложены в федеральном государственном образовательном стандарте. Продолжение следует...